Заколоченные окна, разбитые стекла. Зачастую зимой дачный кооператив выглядит как в кино, про войну. Однако на этих тихих улочках война действительно идет между владельцами дач и теми, кто посягает на их имущество. Свою дачу на третьем причале недавно обнаружил в разрухе Егор Плюснин. Пока мы ехали по центральной улице, я думал еще, что как хорошо было бы, если была бы тропинка к даче, чтобы ничего не протаптывать, по сугробам не идти. Ну, подъехали, так оно и оказалось. Тропинка была, причем тропинка была хорошая, достаточно вытоптана. Подойдя к дому, я увидел два разбитых стекла. Одно маленькое, на веранде было стекло разбито, не знаю даже, зачем мы разбивали его. То есть через него все равно ничего не увидеть, потому что шторами было все завешено и заколочено. Забраться в дом через дверь злоумышленник не смог, только петли на входной двери погнул, но на достигнутом не остановился, разбил второе окно. Ценные вещи из дома не пропали. Наоборот, незваный гость принес с собой еду, растопил печку, правда, дровами все-таки стали хозяйские табуретки. Похоже, это фирменный знак злоумышленника, говорит владелец дачи, ведь у соседей стулья тоже пропали. А вот еще один сосед Виктор Михайлович Борисов за свою дачу не переживает. А вот каждый день кастрюлю 5 литров в суп унесу мясного, а за тем, что у меня вот такая штука, такой пес, и он на вас уже там забор чуть не разгрыз, только вас услышал за три дачи. За три дачи никого не подпускает близко, я уже не говорю о своей. Собак в дачном кооперативе много. По словам домовладельцев, это один из самых эффективных способов сберечь имущество. И бояться стоит не только краж. Незваные гости дом по соседству просто сожгли. Незадолго до того, как забраться на дачу Егора. И с ворами, и с поджигателями борется полиция на регулярной основе. Дачные рейды проводят ежедневно. Проводится отработка дачного массива, дачных домов на предмет незаконного проникновения. Также проводится отработка мест возможного сбыта похищенного. Кроме того, в ходе мероприятий проверяются все лица без определенного места жительства, которые проживают на территории дач. С начала этого года в Череповце зарегистрировано 8 краш из дач. Из них 5 раскрыто. То есть по ним заведены уголовные дела, установлены личности подозреваемых. Но это цифры официальные. Сколько краш и проникновений совершено на самом деле, остается только догадываться. Сотрудники полиции призывают горожан быть внимательнее и не только со своим имуществом. Любая информация о злоумышленниках пригодится. Сообщить о краже или проникновении в дачные дома можно по телефону доверия УМВД 57 92 50 или по телефону 02.